На мой взгляд, танец достаточно сложный и непростой. Многие считают, что мы где-то в лидерах должны быть. И у нас как-то все время какая-то несостыковка. Мы какая-то, мне кажется, пара, не можем войти в то направление, которым движется судейство, что ли. Я не понимаю. Мне хочется уходить в что-то простое и обыденное, какую-то попсу. То есть хочется развиваться. И вот мы смотрим, как танцуют профессионалы на DVD, чтобы это действительно не просто какой-то танго станцевать, а чтобы это выглядело как у профессионалов, ну приблизиться хотя бы. Я понимаю, что это опять эксперимент. Что, может быть, надо было просто что-то простенькое поставить, выступить там, задриться, понимаете, и вам хорошие оценки поставить. Потому что люди, когда смотрят на какие-то сложные вещи, вот судьи, тем более те, которые не профессионалы на паркете, они что-то вроде же хорошо, и тут они начинают мудрить. А особенно еще, когда это номер первый или последний, например, вот, тут уж они совсем путаются как-то. У меня такое впечатление складывается. Надежда Мейхер и Петр Чернышов представляют Украину. Они выбрали для своего музыкального сопровождения «Ля Компарсита». «Ля Компарсита» 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 Людмила, скажите, пожалуйста, глядя на выступление ребят, вам вспомнилась Аргентина? «Ля Компарсита» 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 «Молодцы, молодцы!» Саша, почувствовал ли ты себя на улицах Буэнос-Айреса? Я почувствовал, что я не могу оторвать глаз от этой магической вязи двух пар ног. И то, что Пётр, мы всё знаем про Петра, я не говорю, что там нет никаких новостей. Но то, что вытворяла Надя, я вообще не понимаю. И несмотря на то, что Кумпарсито, казалось бы, ну такое танго, знаете, есть такие общие места. Раз танго, значит, вот их есть там два-три танго, которые все знают. Но я вообще сейчас не думал, что за музыка. Я вообще ни о чём сейчас не думал. Я следил за вот этими вот, вот этими, я не знаю, как это всё назвать. Выкрутасами за вот этими вот следил. И это, конечно, действительно больше, чем 6-0. Ну вот, не знаю. Паруф, я заметил, что во время всего танца улыбались. Это наслаждение. Я хочу, во-первых, сказать, что будучи много раз в Аргентине, мне доводилось видеть профессиональных танцоров танго. И есть всегда опасность в исполнении в любой стране мира, когда не-аргентинцы танцуют танго, очень быстро скатиться до пошлости. И часто я видел очень много исполнения такого. Почему сегодня для меня было колоссальным, я не могу сказать, что потрясением, но что-то где-то рядом, то, как Пётр и Надежда исполняли это, переходы от быстрой техники ног до медленных, и растяжек, и умение держать паузу, это меня, ну, действительно, действительно очень сильно-сильно задело. И я считаю, что сегодняшнее выступление одно из самых ярчайших. Поздравляю. Саша, блистательная постановка. Надя, вопрос к тебе. Я была однажды в Аргентине, и вечером, не попадая уже после съёмок на представление, да, где танцевали танго, в театр, страшно расстроилась, и мне таксист сказал, знаете что, не в театре надо смотреть танго в Аргентине, надо смотреть танго на улице, потому что 70% аргентинских мужчин блестяще танцуют танго. Я говорю, почему только мужчины, а женщины. На что мне он ответил, женщине не нужно уметь танцевать, женщине нужно уметь подчиняться. В тот момент я поняла, что танго не для меня, но как ты смогла подчиниться, потому что что-то мне подсказывает, что ты тоже не просто подчиняешься мужчинам, или я не права. Ты абсолютно точно прочувствовала этот момент, конечно, мне, как и тебе, наверняка, нелегко подчиняться, но ради такого красивого танца, вот, ради того, что собой представляет танго, и как его можно, вот, как можно в нём самовыразиться, один раз подчиниться, не так уж и сложно, ты знаешь. Скажи, пожалуйста, как ты входил в роль танго, и почему вы не использовали сегодня ни одной поддержки? Петя, скажи. Первое, я хочу поздравить Надю с первыми блестящими оценками. Я тебя тоже поздравляю. Это полностью... Просто голуби. ...заслуга, полностью её заслуга, да. Я просто был, на самом деле, очень счастлив получить такую возможность самому научиться немного овладеть вот этим вот искусством аргентинского танго, как танца на полу, потому что за время своей долгой 30-летней карьеры на льду мне так и не довелось как-то уделить время вот именно изучению этого танца на полу. Поэтому, ну, мне кажется, теперь уже могу научить и тебе немножко чему-то. О, боже мой, даже мне сегодня перепадёт. Спасибо.